В воскресный день 22 апреля в храмы Лобинска также пришли прихожане. Среди них первые лица города и района, казаки, школьники, студенты и просто жители. В своем обращении настоятель Свято-Успинского храма рассказал о злодеянии в отношении церкви и ее святыня. За последнее время произошла череда актов вандализма и осквернения храма в первый случай 21 февраля, когда хулиганская выходка феминисток осквернила храм Христа Спасителя. Затем топором разрушили иконы в Великом Устюге, а в Мазыре кощунские действия были совершены над изображением честного житворящего креста. Потом следует погром в кафедральном соборе в Немномыска и попытка поджога одного из храмов в Краснодаре. Отец Александр в своем слове отметил, нужно вынести уроки случившегося и только добро победит зло. Наша миссия – молиться, нести слово мира, любви, добра, смирения, терпения и тем самым побеждать зло. Александр Сачиков тоже обратился к православным со словом поддержки православной церкви. Сегодняшний день он знаменателен тем, что православные совершают молебнное стояние. Это молебнное стояние направлено против тех актов вандализма, которые были совершены с православными святынями. И сегодня мы видим, как много людей пришло, как много пришло верующих, которые высказали в молитвах свое мнение по этому вопросу. Поэтому хотелось бы сказать, что мы всегда с уважением относились к другим религиям, к верам. Но православие – это тысячелетняя вера наших российских людей. И мы хотели бы, чтобы эта вера, святыни, они остались нерушимыми. Своё отношение к хулиганским выходкам высказали и жители Лобинска. Я считаю, даже вера может приведёт к тому, что наша молодёжь станет более справедливая, более добрая, будет уважать старых, почитать их, не будет надругаться над кладбищем. Это я считаю, что если молодёжь сюда приходит, пусть она даже на секунду пришла, та же девушка, тот же парень, я считаю, что это благое дело. Наталья Твиненко, Игорь Ерёмин, телекомпания Лобан.